Малый и средний бизнес Малого и среднего предпринимательства в округе и в нашем муниципалитете на конкурсной основе предоставляются гранты. О некоторых из тех, кто уже получил финансовую помощь, расскажем далее. Здравствуйте, это программа «Авторский блок», я Махабата Кружко и, как всегда, в понедельник вечером говорим о самом интересном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Времени на себя практически не остается, а если оно и остается, то возникает другая дилемма. С кем оставить ребенка, если рядом нет бабушек и дедушек? Поможет решить эту задачу открытие комнаты кратковременного пребывания детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разработать идею, написать бизнес-план, найти помещение, закупить оборудование и многое-многое другое. Все это в прошлом. Сейчас последние штрихи в ремонте. И скоро в Надыме появится детская комната кратковременного пребывания. Помещение, которое вы сейчас видите, это все результаты совместной работы с нашей администрацией. Потому что в городе Надыме было необходимо закрыть такую потребность, куда привезти ребенка, когда маме нужно или папе срочно уйти. И этого действительно не было. Нам одобрили оба гранда. Это просто благословение было. Потому что ремонт очень затратный. И поэтому нам очень это помогло. Комната кратковременного пребывания детей – это место, где можно оставить свое чадо под присмотром педагога и медработника. По времени не больше 4 часов. Будущие клиенты примерно от 2 до 8 лет. Развлечение найдется для всех. Даже готовы индивидуальные познавательные дневники. Откроется это помещение в ноябре, через год после начала воплощения задумки. Как говорит Дарья, трансформировать идеи и мысли из головы в реальность ей помогли специалисты местной администрации. И вот начался большой путь. От разработки бизнес-плана, который тоже нам очень помогли. Бизнес-инкубатор. Там все вообще так... Ну, правда, хорошо это спесь. Они много чего сделали. Потому что я в этом не понимала. Я не предприниматель с 10-летним стажем. Я действительно только начинала. Горожанка получила два гранта общей суммой 800 тысяч рублей. Но на этом помощь не закончилась. Мы его получили в безвозмездную аренду на 15 лет. Это довольно много. И это позволит оставить этот важный проект для города на эти 15 лет точно. То есть никакая аренда не заставит предпринимателя закрыться. Большая игровая комната, детская для малышей, зал с приставками, полноценная кухня, санузел. До этого тут было совсем по-другому. Мы делали очень много здесь. То есть делали это все практически самостоятельно. И сейчас я все красиво одета. А тогда я умею замешивать. Вот этот фартук тоже я выкладываю. У меня все друзья удивляются. Но если приложить немножко усилий, терпения, то у тебя все получится. И, конечно же, большое желание. Нам действительно очень хотелось, чтобы это все получилось. Чтобы все не просто получилось, но стало лучше, этим руководствуется Надымчанка. В опыте работы есть и организация детских праздников. Благодаря новому помещению и получению гранта торжество для детей здесь организуют уже на следующей неделе. Как отмечает предпринимательница, реализовать такую задумку ее сподвигло истинно материнское чувство. Давать своим детям только самое лучшее. Началось все с того, что мне захотелось сделать хороший день рождения для своего ребенка. Он очень любил черепашек-ниндзя. Но, посмотрев вообще костюмы, я поняла, что они как бы тряпочные. И что ребенок в них не поверит. И тут же я увидела латексный костюм черепашки-ниндзи. И я поняла, что есть что-то другое, не такое обычное. И все, из этого все загорелось. И тут же бумажное шоу у нас зародилось. Все-все-все, это было что-то невероятное. Вот сейчас будем продолжать. Я заметила проблемы. То есть надо находить сначала проблемы, а потом их решать. Как с комнатой кратковременного пребывания, так же с праздниками, так же со всей организацией. Она была сложена из того, что мне не нравилось где-то. И я решила, что я сделаю так, как хорошо. Пасмурный день и встреча на улице. Но это только пока. Как говорится, беседник уже скоро сможет нас пригласить в настоящую пекарню. Горожанин занял третье место в конкурсе грантовой поддержки начинающим предпринимателям. И получил 300 тысяч рублей. Я подготовил документы, изучил, что мэрия предоставляет гранты. Есть разные поддержки разных предпринимателей. Вот я, например, начинающий, есть для уже действующих. И согласно требованиям, которые есть, это рассказать про идею, рассказать про финансовый план. Какие я вижу перспективы по выручке, прибыли, какие расходы, на что именно деньги пойдут. Я, соответственно, все это написал и отдал на конкурс. Большое спасибо хотел сказать администрации города и Надымского района за поддержку такую, за то, что вот мое хобби, моя мечта, она стала более реальной благодаря такой поддержке. Изготовление ремесленного хлеба – замысел надымчанина. Сначала он готовил для семьи, в последующем интерес перерос в большие. Хлеб, который скоро будет на прилавке, особенный. Закваска – это как бы то же самое, что дрожжи, только промышленные дрожжи как появились? Ученые взяли закваску, ее изучили, оттуда выделили какие-то элементы и сделали промышленный образец. Получилась копия. Копия с оригинала, она всегда хуже. А когда закваска – это оригинал, созданный природой, и кроме того, что ученые из него вытащили, они вытащили не только дрожжи, они сделали еще молочнокислые бактерии. Но вот, насколько я знаю, очень редко кто в пекарни добавляет и дрожжи, и молочнокислые бактерии, потому что это своя культура, и, ну, может быть, в больших городах есть такие лаборатории. У нас нету. И поэтому хлеб, который на закваске, он как бы более органичен. Мастерство приготовления уже отточено. Старт дан. Впереди самое основное. Я подобрал помещение сейчас, планирую его в соответствии с различными требованиями к нему, пожарные, санитарные нормы. И после того, как закончу этот этап, уже приступлю к заказу оборудования и надеюсь, что скоро смогу пригласить горожан за своим хлебом. Еще один проект немного другого типа также получил финансовую поддержку от администрации только в прошлом году. Пекарня при магазине с большим выбором продукции – идея на дымчанке, которая воплотила все задуманное в жизнь. Поступила я в институт по профилю. Закончила и поняла, что это дело всей моей жизни. Поэтому в какой-то момент мне показалось, что я смогу попробовать начать сама. Вот. Ну и закрутилась, завертелась. Как говорит хозяйка магазина, ассортимент подбирают с учетом пожеланий покупателей. Пироги, кондитерские изделия, бакалея на развитие бизнеса ушло два года. Такой успешный старт благодаря системе поддержки предпринимателей. Полученные деньги сразу пошли в дело. Мы приобрели кондитерские витрины, дополнительно две печи, что, соответственно, помогло нам расширить ассортимент. Для меня 300 тысяч – это была такая довольно-таки круглая сумма. То есть без помощи, без поддержки администрации мы, может быть, сегодня бы уже и не существовали. Еще одна финансовая поддержка уехала за пределы города. В поселке Пангабе местный предприниматель получил грант на поддержание уже существующего бизнеса, необычного для Ямала. Сейчас я нахожусь на ферме, где рядом друг с другом соседствуют козы, овцы, утки, свиньи и, конечно, коровы. Если большая земля не идет к нам со всеми своими преимуществами, то мы организуем ее здесь. Пожалуй, именно такой девиз у основателя пангодинской фермы. Целое крестьянское хозяйство развернулось в условиях Крайнего Севера и сурового климата. Но судя по тому, как живут тут домашние животные, им наш холодный регион по вкусу. С 2013 года в пангодах существуют подворья и началось с нескольких особей кроликов. Теперь же здесь буйство четвероногих, крылатых, зубастых. На поддержание этого хозяйства уходят большие затраты. Какую-то часть компенсировала районная администрация. В прошлом году мы заняли второе место, там в районе 300 тысяч. И в этом году первое место мы заняли там 400 с чем-то тысяч, почти 500. Предоставленная материальная помощь пошла на содержание фермы, приобретение кормов и увеличение поголовья. Очень тяжело заниматься сельским хозяйством в нашем регионе, ну в связи с удаленностью, с тяжелой поставкой кормовой базы и с ровными условиями содержания. Вся кормовая база везется с Тюмени. Для качественного итога необходимо немало затрат. На ферме постоянное прибавление. Отелились коровы, увеличилось количество свиней. А кур и перепелок даже не сосчитать. Для того, чтобы всем хватило места, необходимо расширение. Администрация поселка Пангоды выделила нам земельный участок. Мы уже распланировали его, произвели отсыпку там. На следующий год летом мы собираемся строить коровники. То есть хотим разделить немножко ферму, чтобы более глобально разогнаться. Каждым годом у нас происходит пополнение. Мы стараемся увеличить поголовье наших животных. Сотня индюков у нас появилось. Мы в Тюмени также приобрели яйца. Заложили их здесь у нас в инкубатор и вылупилось у нас 100 индюков. Индейки являются вторыми по величине домашними птицами после страусов. Живая масса взрослого индюка составляет от 9 до 30 килограмм. Индейки от 4,5 до 11. Итог данного крестьянского хозяйства – это натуральный полезный ассортимент для жителей района. В прошлом году открылся магазин в Надыме. И, соответственно, пошла у нас уже какая-то реализация продукции. То есть до этого у нас не было никакой реализации. В дальнейшей перспективе хотим еще в поселке Пангады открыть магазин, в Новом Мурингое. Ну и, по крайней мере, наш Надымский район, хотя бы его могли, чтобы мы кормили. Но на этом планы не заканчиваются. В дальнейшем новые идеи. На следующий год мы планируем выйти к строительству фермы для коров на юности, там, где выделили нам землю. И там планируем установить молокозавод. После чего мы будем производить молоко и масло. И будем уже на прилавке нашего магазина это все можно будет купить. Шесть лет назад речи о такой реализации не было, говорит глава хозяйства. Первостепенный замысел – это качественные продукты для родных и близких. В 2013 году у меня родилась дочь, и для нее как бы хотелось здоровой продукции, и поэтому и начали заниматься этим. Каждый год региональные и муниципальные власти предлагают финансовую помощь начинающим предпринимателям, компенсируют часть затрат и поддерживают уже существующий бизнес. Заявки на участие в таких конкурсах принимаются в нашей администрации. А на этом у меня все. Смотрите новый выпуск программы «Авторский блок» в следующий понедельник. И пусть эта рабочая неделя будет для вас только продуктивной и положительной.